Я очень рад приветствовать всех вас, тех, кто присоединился к нам через канал ТБН, а также всех, кто смотрит нас через прямую трансляцию. Мир Божий вам! Сегодня мы встречаемся с вами снова около Божьего Слова для того, чтобы наполниться Его милостью, радостью, чтобы вкусить от Его Слова жизнь, которую Он хочет нам с вами открыть. Сегодня я буду говорить о награде, и сегодняшнюю проповедь я назвал так. Не бойся, все учтено. Я хочу несколько слов сказать о том, что Бог приготовляет награду каждому человеку. Вы когда-нибудь слышали об этом? Не, ну мы знаем, что есть люди очень достойные, их иногда награждают Нобелевской премией, а может быть еще какие-то им дают награды и бонусы, но это не к нам, пастор. Нам вечной жизни вот так. Бог подарил нам, и слава Богу, за порог переступить вечности, не погибнуть, и так классно уже. Друзья мои, если кто-то из вас так мыслит, или хотя бы чуть-чуть так мыслит, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что Бог мечтает вознаградить каждого из вас. Он собирает ваши сокровища и хранит, Библия говорит, в неприступном месте, куда не может проникнуть жулики, куда не может проникнуть ржа, чтобы ржавчиной покрылась, где моль не летает. Когда ты делаешь что-то здесь на земле, вроде бы так же, такими же своими руками, ходишь своими же ногами, думаешь, вроде так же, как думал всегда, но почему-то Бог за что-то складывает тебе капельку-капельку, камушек-камушку, а может быть золотые камушки к золотым камушкам, а может быть драгоценные камушки, и однажды, когда ты предстанешь пред Ним, ты узнаешь, что собрал ты достаточно много. И так обидно будет, что на земле ты никогда не занимался тем, чтобы копить сокровища на небе. Я не знаю, что вы думаете о награде, но Библия полна примеров того, и сам Христос учит многократно, неоднократно, многократно тому, что Бог Отец мечтает вознаградить каждого из нас. Я хотел бы начать с известного отрывка Евангелия от Матфея, 6 главы, где в продолжающейся Нагорной проповеди Иисус говорит такие слова. С первого стиха буду читать. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Посмотрите, Отец воздаст тебе. Но если ты будешь делать это дело не так, то ты не можешь получить награду от Господа. Иисус как будто бы, как бы затравливает нас, Он говорит, послушай, ты хочешь получить награду? Это здорово. Отец ее приготовил. Но я хочу тебе показать вот что. Что есть путь, идя которым, ты ее просто можешь не получить. Но если что-то изменится внутри тебя, то Отец воздаст тебе. Повернись к своему соседу и скажи, Отец воздаст тебе. Я не шучу, это Иисус сказал. Я хочу вам сказать вот что. Когда Бог говорит, чтобы мы не искали награды от людей, это не значит, что Он говорит, чтобы мы не искали никакой награды. Он хочет, чтобы мы искали награду у Него. Ошибочно полагать, что нужно делать добро только ради того, чтобы делать добро. И смиряться нужно только ради того, чтобы смиряться, быть таким хорошим, смиренным, таким послушным. Давайте вспомним стихи о смирении, какой вам приходит первый на ум. Я попытаюсь угадать сейчас, можете не говорить это вслух. Бог смиренным ничего не дает. Дает, слово дает. Оно вас не смущает? Вот ты смиряешься вроде, тебе плохо, ты накосячил, ты опять сделал то, что ты делал сто раз, и уже каялся, перекаялся, и опять вляпался. Тебе неудобно. А Бог дает взамен, когда ты смиряешься. Тебе не кажется это странным? Мы выросли в таком, ну, мире, я не знаю, вот в Советском Союзе-то уж точно все мы выросли, большинство из присутствующих нас, и мы выросли так, что если ты, ну, провинился, ну, то все. У нас это значит все. Если двойку получил, лучше не показываться. Я помню, как моя мама как-то пришла с родительского собрания, не знаю, мама, ты смотришь меня сейчас или нет, но она несколько кругов сначала вокруг дома нарезала. Как она мне объясняла, чтобы остыть. Я тогда молодой, не понимал еще, что это значит. Она остывала таким образом вокруг дома, пока круги, видно, быстро ходила, не знаю, и ветер обдувал ее, она остывала, чтобы не выложить мне все то, что она там услышала обо мне. И у нас проблема, когда мы делаем маленький проступок, а может быть делаем его постоянно, а может быть и не маленький, то у нас наказание все, сразу тюрьма на всю жизнь. Я тут недавно смотрел фильм про Норвегию, документальный, там про заключенных немножко говорили. У меня к тюремному служению всегда сердце как-то расположено было, знаете. И я смотрю и думаю, номер их показывают, ну, извините, камеру их показывают, в которой они живут. Ну, у нас это минимум четыре звезды. То есть, они там содержатся. Я подумал, ну, надо же так. Они же не чувствуют, что они тогда наказаны. Вы знаете, у них наказание измеряется совсем по-другому. Наказание их не убивает. Наказание их не формирует, чтобы они навсегда остались наказанными. У них наказание проявляется совершенно в другом. И наш образ Бога в России очень часто связан тоже с тем же, если мы говорим друг другу, что ты получишь от Бога свое воздаяние, то за этим кроется конкретное. Помните, как у Карлсона, да? Представляю, как рассердится папа. А что папа? Папа, значит, вот. Ну, ладно, говорит, я полетел. Потому что мы понимаем, что любой проступок у нас всегда преследуется. И преследуется достаточно жестко. Мы переносим этот образ на Бога, а Бог не такой. И Он иногда хочет разрушить в тебе эти стереотипы, чтобы в самый тот момент, когда ты чувствуешь себя униженным, разбитым, человеком, который недостоин благодати Господа, Он изливает на тебя свое благословение, да причем так изобильно, что ты смотришь и говоришь, Господи, за что мне все это? Он говорит, я просто люблю тебя, ты мой сын. Когда-то ты жертвовал. У меня не остается ничего незамеченным. Вы знаете, очень удивительно, но Бог побуждает нас собирать сокровища не на земле, а на небе. Это слова Христа. Но очень часто мы путаемся и не знаем, а как собрать сокровища на небе, а как вот можно отличить. Вот это я для неба делаю, вот это для земли делаю. А вот как это, здесь небесная будет награда или земная? Вы знаете, я хочу сказать одну очень важную истину. Причина, по которой ты делаешь свое дело, она и есть твоя награда. Если я проснулся рано утром, сел за Библию, налил чашечку кофе, так накрыл себе, как я очень часто люблю себе красивенько все сделать. И знаете, как будто Библия от этого лучше читается, но как-то хочется так в душе. И ты с этой кружечкой Библии, еще стих какой-то тут у тебя загорелся. И тут в этот момент, ну ты точно понимаешь, это должны достояния увидеть все. Ты берешь телефон и в инстаграм выкладываешь, как круто, ты сварил сегодня себе кофе, как будто в инстаграме он уже пахнет. И ты, местописание, тут Библия лежит, и вот этот стих, тут подчеркнуто слово. И ты собираешь потом лайки, то я хочу вам сказать, вы уже получили свою награду. И то, что вы должны были получить в это утро с Богом, вы просто пропустили. Сегодня время, когда люди живут на показ, они выкладывают всю свою жизнь в фотографиях, в эмоциях, с видео, без видео, по-всякому, чтобы видели их люди. Иисус говорит, вы уже получаете награду свою, вы тратите время на временное, вкладываете себя в другое. Он говорит, есть другое, есть небесное, и вам необходимо туда вложить себя. И именно причина, по которой ты делаешь какое-то дело, оно это дело либо делает небесным, либо оно оставляет тебя на земле. Какая причина достойна неба, когда ты все делаешь пред лицом Господа, вместе с Ним и ради Него. Когда в каждом твоем деле, в каждом твоем шаге ты послушен, ты стараешься угодить Ему, ты хочешь прославить Его. И когда ты с таким мотивом берешься хоть за что. О, апостол Павел говорит, едите ли, пьете ли, вы ели когда-нибудь для Господа? О, мы ели, конечно, пастор. Мы готовы для Господа есть всегда и без остановки. Не, ребята, тут речь идет о том, что кто-то для Господа не ест, написано. Не, ну это как бы не для нас слово. Не, надо вкусно для Господа есть, да? Нет, речь идет о внутреннем, глубинном состоянии нашего с тобой сердца. Причина, по которой мы делаем дело, становится, определяет, какая у нас с тобой будет награда. Если причина в том, чтобы меня видели люди, то мы получаем награду от людей. Если я проповедую для вас, то моя награда в ваших руках. Я не хочу этого. Если вы делаете дело, и ваша награда в руках человека, то там и воры подкапывают, и крадут, и там все растворяется, и ты даже не помнишь, чему ты радовался год назад. И никто этого никогда не вспомнит. Но когда ты собирал с Богом, однажды откроется небо, откроются кладовые, и Бог покажет тебе, что ты собрал вместе с Ним. Итак, внешнее проявление твоих дел, не внешнее проявление твоих дел принесет тебе награду от Бога, а твое сердечное стремление угодить Ему на всяком месте. Недавно я наткнулся на такой текст, который записан у пророка Исаии в 40-й главе, где Бог говорит к народу своему. 26 стих. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у Него ничто не выбывает. Вы знаете, меня здесь коснулось одно слово – ничто. Вот я как-то привык, наверное, что у Бога никто не выбывает. Что Бог особенно относится к людям, к тебе и ко мне, как к своему особенному творению. Вы когда-нибудь слышали, что вы особенное творение у Господа? Это действительно так. И мы привыкли к тому, что мы особенные у Бога. Таких, как мы, нет и не будет. И все это правда. Но здесь написано – ничто. Слово «ничто» не относится только к человеку. Никакое слово. Никакой тайный мотив. Никакие тайные мысли. Никакое дело. Не то, что ты задумал сделать для ближнего, и может быть еще не сделал, но пошел, а Бог уже оценил. В моей жизни многократно так было. Когда мне звонит кто-то и просит помощи, и я откликаюсь на эту помощь, я только начинаю делать какие-то шаги, чтобы там выехать, или пойти, или оказать эту помощь, и вдруг мне звонок, что все, не надо, спасибо, как-то разрешилось. Я как-то раз поймал себя на мысли «Бог взвесил мое сердце». В час, когда мне было неудобно, меня попросили отложить все и где-то быть. В час, когда я точно не мог, но я решил ради Иисуса раздвинуть все, мне стало приятно. Богу нравится, когда ради Него ты раздвигаешься. Он как будто оценил меня и пошел дальше. Он как будто бы создал ситуацию, чтобы проверить меня, верен ли я сегодня Ему, чтобы там, на небе, отложить и за это еще что-то для меня. У Бога ничто не выбывает. Эта фраза, с одной стороны, пугает многих, а с другой стороны, она дает силу в уповании. Пугает, потому что дела наши несовершенны. И мы часто знаем за собой ошибки свои, промахи свои, которые прикрываем, которые не хотим менять, что-то еще с нами не так. И мы знаем, что если Бог однажды придет и просто откроет все наше перед всеми, нам будет ужасно неудобно. Если есть у тебя что-то, то тайное, что ты скрываешь, то Бог однажды, Он долго терпит, Он милосердствует, Он хочет, чтобы ты изменился, Он не ломает тебя сразу, Он не приводит наказание в самый тот момент, когда ты согрешил, чтобы у тебя было время подумать, что-то переменить. Но если мы затягиваем, то да, действительно, однажды, однажды будет, будет Его воздаяние и за злые дела, и за заблуждения, которыми иногда мы заблуждаемся и ожидаем от Бога должного воздаяния. Его должное воздаяние заблуждающемуся придет в том, что Он будет полностью разбит от своего разочарования, потому что верил в неправду, верил в ложь. Бог воздает. Бог воздает. Он воздает праведному по правде, а неправедному по неправде. С чистым, Он говорит, поступает чисто, с искренним искренне, а с лукавым по лукавству Его. Поэтому, когда мы говорим, что от Бога ничто не сокрыто, то нам иногда бывает страшно. Я не знаю, как вам. Но с другой стороны, намного более сильно балансирует то в этом аспекте для меня, что Бог знает все мои старания, стеснение души, то, что я прохожу, что не видит никто. Никто не может оценить глубину моей скорби. Никто не может так же войти в глубину моей радости. Иногда я плачу от того, что я просто счастлив, что сейчас со мной Господь. И если вы спросите меня, я не смогу вам словами облечь то, что я сейчас чувствую. Это может знать только человек, у которого в сердце, сердце соединяется с Богом в определенный момент, ему открывается картина, и он просто счастлив. У вас бывало такое, друзья? Вам нужно близко ходить с Богом, чтобы у вас просто взрывался фонтан от того, что Бог открывается вам. Он просто говорит с вами, Он наполняет ваше сердце своим присутствием в час, который вы не ждали. И вдруг вы понимаете, все поменялось в одну секунду. Он сейчас здесь. От Его взгляда ничто не выбывает. Иногда Бог хочет, чтобы мы получили воздаяние, чтобы мы мыслили правильно, а иногда Он просто мечтает, чтобы ты лишний раз удостоверился, я оцениваю все, что ты делаешь, и я хочу воздать тебе, хочу воздать тебе добро. Аллилуйя. Вы знаете, что у Бога все в балансе. Верные весы – это Господь. Если ты сделал что-то, Он обязательно воздаст. Если ты ничего не сделал, ты ничего не получишь. Помните притчу о талантах? Тот, который взял то, что Бог дал, пустил в оборот, и когда Бог оценил его, он у бездельника забрал то, что ему давал вначале, и дал теперь этому делающему. Он не забрал то, что он дал ему вначале, он не забрал то, что этот человек приобрел, он ему еще сверху накинул. Он знает, в такие руки можно доверять больше. А тот, который ничего не делал, у него отнялось и то, что он думал, будет иметь до конца дней. Вы знаете, вот так делает наш Бог. Он в балансе. Поэтому, если ты что-то делал, если ты ради Бога что-то терпел, ты можешь быть уверен на 500%, как моя дочь говорит, 100-500, на 100-500%, что ты пожнешь от Бога благословение в жизни и в жизни вечной. Однажды ученики спросили Иисуса, Господи, вот мы последовали за Тобой, что нам будет? Он говорит, вам, которые оставили дом, отца, детей, жену, землю, землю ради меня, будет во сто крат. А еще потом в жизни вечной. Не только на земле, но и в жизни вечной. Не только в жизни вечной, но и на земле. Иисус хочет воздать тебе добром. Поэтому, когда ты проходишь сложные испытания в жизни, я хочу, чтобы ты знал, ты не оставленный. Ты никогда не будешь оставленный. Ты никогда не будешь брошенный. Ты никогда не будешь забытый. Не важно, что ты будешь чувствовать. Не важно, что тебе будет казаться. Бог не зависит от того, что тебе кажется. Бог не зависит от того, что ты чувствуешь. Он не может переродиться и стать другим, только потому, что ты вдруг заблудился о нем в познании, или просто не знал его. Он будет верно собирать все. И однажды ты увидишь. Однажды ты пожнешь. Ты благословенное дитя Божье. Я хочу немного сказать о ценности награды, Божьей награды, которую мы собираем вместе с Ним. Однажды апостол Павел говорит странные слова в первом послании к Олимпинам, в 9 главе, в 15 стихе, во второй его части этого стиха, он говорит следующее. «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Вы знаете, это такое сильное заявление. «Я готов умереть?» Павел, ты действительно готов умереть? За что? За то, что Бог приготовил тебе на небе что-то, то сокровище такое большое прямо? Я хочу вам сказать, друзья, только Бог, и частично ты, знаете, чем вы жертвовали ради Него? Сколько вы терпели ради Него? Не ради себя, не ради потакания себе, как вам бедному тяжело и плохо. Нет. Бог знает, сколько раз ты был непонятый. Бог знает, как вывести тебя из одного места рабства к свободе, и как ты шел, и как он выводил, и что ты терпел, и как ты менялся, и как тебе было трудно. И Бог знает это все. И ты знаешь, сколько ты платил. Апостол Павел говорит, мне было два раза дано сорок ударов палками без одного. Он терпел кораблекрушение и тонул, пробыв два дня просто болтающимся по морю. Его кусала змея, его побивали камнями. Он знал, что он претерпел за Господа и за Евангелие. И он сказал, я не допущу, чтобы вот это все просто куда-то растворилось. А ничего не было. Было. Это было со мной. Бог был со мной. Он спасал меня. Он вознаградит меня. Это имеет великую ценность для меня. Я буду хранить то, что я имею. Я буду отталкиваться своими ногами, чтобы идти дальше от того, что у меня есть сейчас. Я не каждый день буду начинать с нового листа. Я уже достаточно много собрал с Богом. А вы, братья и сестры, собираете с Богом. Может быть, вы никогда не думали так. Может быть, вам с сегодняшнего дня нужно будет начать это собирательство. Кто-то скажет, да, я хочу собирать и побольше, побольше. Нет, друзья, я не проповедую о новой форме стяжательства сегодня, такой христианской. Собирать побольше добра на небе. Потому что Иисус, говоря о наградах и о собирании их, говорит, чтобы твоя рука не знала, что делает левая. И тогда ты делаешь это перед Богом. Один Бог знает, сколько тебе заплатить. Это не, знаете, это не бухгалтерия. Когда ты записал, сегодня я ради Господа пожертвовал, и у тебя четыре пункта. Завтра пять. Потом ты воскресаешь, приходишь с талмудами своими, открыл так перед Богом, и говоришь, смотри, сколько ты мне должен. Знаете, Бог по долгам своим платит. У Него нет проблемы с неплатежной способностью. Но Он хочет, чтобы ты жил в благодати, чтобы ты не был бухгалтером, чтобы ты был дающим от сердца. Он приумножит плоды правды твоей. Апостол Иоанн во втором своем послании говорит о том, что мы можем потерять свою награду. И это момент, на котором я хочу заострить ваше внимание. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Однажды в моей жизни был такой случай, когда в церкви была нужда, и я понял где-то вот внутри моего сердца, что я должен ее покрыть. Я хорошо зарабатывал в то время, у меня были финансы, но у меня не было такой суммы сразу, я понимал, что мне нужно время, и я заработаю ее. И я пустился в это зарабатывание, чтобы покрыть эту нужду. Я был молодой, верующий, я горел желанием для Бога сделать это дело. И я сделал его с Божьей помощью. И то, что было утрачено, было восстановлено, и служило дальше Господу, и мы все радовались об этом. Но потом в моей жизни пришли другие времена. Времена тяжелые, когда не было той работы, не было вообще никакой работы какое-то время. Потом та работа, которая была, она приносила доход только так, чтобы мы могли выжить. У нас было двое маленьких детей, ни мамы, ни папы, кто реально мог бы заботиться о нас, помогать финансами. И мы жили очень тяжело. Я не раз вспоминал эту жертву, которую я сделал несколько лет назад. Я вспоминал ее и анализировал. Я тогда не понимал, что дьявол, он ненавидит все, что связано с Богом. Он ненавидит все, что связано со мной. Он хочет, чтобы я сегодня отказался от всего того, что я делал вчера. Он хочет хоть как-то повлиять на то, чтобы я не получил награды своей. И я помню эти мысли, эту борьбу внутреннюю, которая как бы бралась из ничего. Тебе приходят эти мысли, ты вспоминаешь, как все это было и думаешь, а сколько сегодня ты бы мог закрыть нужд из того, что ты отдал? А насколько разумно это было? Я помню, как я принял решение однажды, что я больше никогда не буду об этом размышлять. Я понял, что я должен отложить это в сторону, потому что Бог хочет меня вознаградить. я сделал это для Бога. Я не вернусь к этому назад. Я не буду давать этому новую переоценку. Почему дьявол так борется за то, чтобы ты не получил награду? Почему? Потому что он знает, что если ты вернешься и начнешь расточать все, что ты собрал, ты расточишь. Иоанн говорит, наблюдайте, наблюдайте за собою, не за братом, чтобы не потерять того, что ты собирал, над чем ты трудился, что ты жертвовал, что ты терпел. Наблюдай за собой, живи свято, храни истину. И все, что ты делал с Богом, собирал. Отталкивайся от этого и иди вперед дальше. Бог благословит тебя. Я хочу привести два примера из Библии, как эти две исторические личности проходили свои испытания их веры. Послание к евреям в 11 главе мы читаем о Моисее с 24 стиха. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Куда ты взирал, Моисей? Это где воздаяние? Где твое воздаяние, Моисей? Он взирал на Господа. Следующая глава, я буду читать современный перевод, возможно, сейчас у вас будет не совсем тот текст, который я буду читать, но он очень похож. Евреям, 12 глава. Не отводите своего взора от Иисуса, того, кто ведет нас за собой в вере нашей и сам совершенен. Ради той радости, что ожидало его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор распятия, и теперь занял свое место по правую руку от престола Божьего. Послушайте, это что-то меняет. Иисус идет на крест избитый, израненный, изможденный, но Он ожидал радость. Он ожидал радость избавления миллионов людей, которые через Его сегодняшнее жертвоприношение, когда Он приносит себя в жертву ради Бога, будут иметь жизнь вечную, которые станут Ему братьями, которые разделят с Ним вечность. Он радовался, а нас с тобой еще не было. И эта радость будущей встречи, она давала Ему силу, чтобы Он мог встать и пойти. Моисей тоже смотрел в невидимое. Он не знал, когда и как Бог его вознаградит, но именно эти вещи помогали пройти самые трудные этапы жизни, этапы позора, этапы душевной и физической боли. Эти упования мужей Божьих и Иисуса Христа, они записаны перед нами, чтобы мы, взирая на них, совершали свой путь. Я хочу напомнить одну историю, которая записана в Библии. Мне нравится Библия, и если вы еще не изучаете Библию, вам пора начать с сегодняшнего дня. Не читать, не просто план, изучать, изучать судьбы героев, судьбы народов. Был такой народ гаванитяне. О нем рассказывается в книге Иисуса Навина. Я коротко скажу, когда Бог заповедал, что нужно вот эту всю землю хананскую завоевать и никого не оставить живых и всю эту землю поделить между коленами Израилевыми, Иисус Навин ввел народ Божий через Иордан и они начали эту войну. И у них был успех с Ерихоном, когда стены пали. И потом вдруг приходят какие-то люди в старых рваных одеждах, с сухарями в сумках, с потрепанным видом внешним и говорят, что мы из далекой страны, мы слышали о чудесах, которые Бог сделал, мы хотим быть с вами. Помилуйте нас и дайте нам возможность стать вашей частью. Заключите с нами союз. Написано, что ни Иисус, ни старейшины не помолились и говорит, да давай. А через три дня узнали, что оказывается это следующий город, который они должны были поразить. И они говорят, как так вы нас обманули? Они говорят, мы боялись. Мы знали, что с вами Бог и мы просто боялись, ну сделайте теперь, что хотите. Вот мы, ну мы просто из страха. Все остальные народы объединились вместе и выступили со злом против Иисуса и Иисус с Божьей помощью разбил их. Но этот народ остался, потому что муж Божий Иисус Навин дал клятву перед Богом. И он сказал, вы будете у нас воду носить, вы будете у нас дрова рубить, но вы останетесь жить посреди нас. И вот они остались и живут сотни лет и ничего о них не слышно. И приходит первый царь Саул, потом приходит первый царь Давид, второй царь Давид, и Давид царствует, и все вроде бы хорошо, но вот однажды он решил посадить за стол свой Мимфиосфея, сына Иоаннафана, сына Саула, потому что клялся Иоаннафану, что он окажет милость его дому. Он садит его на стол в Иерусалиме, и в этот момент что-то происходит. На землю приходит голод, и три года весь Израиль просто страдает от голода, и никто ничего не понимает, и Давид говорит, Господи, что происходит? А Господь говорит ему, и мы прочитаем этот момент, 2 царств, 21 глава, я буду читать с 1 стиха. Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом, и вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. Я остановлюсь здесь. Знаете, Бог сказал уничтожить все народы, потому что они развратились и пошли против него и очистить эту землю. И когда гаванитяне примкнули к народу Божьему, их удел был в колене Вениаминова, откуда был и царь Саул. И царь Саул по своей ревности решил свою землю освободить от иноземных народов. Бог не говорил ему это делать напротив, Бог просто молчал. Он молчал десятилетия. Уже умер Саул, уже Давид царствует, уже весь Израиль радуется, уже все обратились к Господу, уже есть скиния Давидова, уже все классно, но только у Бога не классно. У него что-то есть незавершенное. И вдруг приходит голод, и вдруг приходит беда, весь Израиль стинает, и царь тоже. И оказывается, есть гаванитяне, которых Саул когда-то незаконно убивал. Давайте читать дальше. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господня. О, какой поворот! Вдруг благословенный царь готов перед языческим народом встать и попросить благословения. Что происходит здесь? Давайте дальше. Не выключайте. И сказал ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его. Не нужно нам, чтобы умер Твиликова в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите я сделаю для вас? Друзья, когда я читаю эти слова, у меня что-то поднимается внутри. Как эти люди, будучи настолько сильно притесняемы и искореняемы, живут десятки лет с этим бременем и ничего не хотят взамен, как овцы, которых взяли на заклание, и они безгласны. Вот царь уже спрашивает, что вам сделать? Я накажу любого. Я все могу сделать то, что касается на земле, в нашей земле. Они говорят, нам не нужно ни денег, никто в Израиле, чтобы умер. У нас нет мести. Мы не ждали этого случая. Мы не носили камни за пазухой. Мы давно с вами. Мы никуда не хотим идти. Ваша земля стала нашей землей. С времен Иисуса Навина прошло 400 лет. Куда нам идти? Это наш дом. Давид говорит, ну хоть что-нибудь я могу для вас сделать. Они сказали царю, того человека, конкретно его, но его нет здесь, сейчас он умер. Того человека, который губил нас и хотел истребить, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых. Из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выйдом. И 9 стих. 9 стих. И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе перед Господом, и погибли все семь вместе. Они умершли в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Об этом сказано, что на этом поражение прекратилось, голод закончился. когда я смотрю на это прощение, которое было не в народе Божьем, как должно было бы быть, а в людях, которые просто стали его частью, добровольно покорившись, подчинившись, фактически став рабами народу Божьему, что-то переворачивается внутри. Люди, которые не ждут воздаяния, они не перечеркивают воздаяние Господа, они его высвобождают. Бог не забудет ни о ком, никогда. Если будет величайшая несправедливость на земле, и ты не будешь никогда ее понимать, твой ум будет буксовать, Бог никогда не забудет ни о ком и ни о чем. Вот во что ты должен верить сегодня, что бы ты ни проходил, как бы тебя не стеснял этот век, какие бы испытания в жизни у тебя сегодня не происходили, Бог будет награждать тебя, Бог будет обеспечивать тебя, Бог будет печься тебе, будет ступаться за тебя, может быть, не сразу, когда ты ждешь. Твое сердце должно быть правым перед ним. Я хочу сказать, друзья, есть один секрет в том, как у гаванитян это получилось. Когда Иисус с Навин перешел, Иордан уже соединился с этим народом, заключил с ним союз, то вот он что сделал. Прямо около этого города, на горе, он поставил Моисееву скинию, которая простояла там 400 с лишним лет. И там, в этой скинии Моисеевой поклонялись Богу, прямо около этого дома. Поэтому, когда эти гаванитяне выходили из дома, они каждый день видели скинию и собрание. Они знали, что там приносятся жертвы, вот дымок пошел. Они знали, что присутствие Бога рядом с ними. Они научились жить рядом с Богом, каждый день взирая на Него. Они научились уповать на Него и получать от Него воздаяние. Они прошли сквозь ужасное горнило испытаний, но они выстояли. Выстоишь и ты, если ты будешь взирать на совершителя твоей веры Иисуса. Если в своем сердце ты будешь непоколебимо хранить веру в то, что Он воздает, Он не пропустит, Он придет в твою жизнь, Он наполнит собой твои обстоятельства. Итак, я хочу подвести итог, и мы будем молиться вместе с вами. Перестаньте искать временные награды. Отложите все то, что дают вам люди взамен за ваше доброе. Ищите награды у Господа. Держите пред собой Божье воздаяние, как это делали Моисей, как это делал Иисус Христос. И продолжай верить Господу. Награда твоя уже собирается. Давайте встанем. Вот. Поехали. Спасибо. . ГОВОРИТ КАРАНСЯ Корректор А.